Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Букс Эйфория. Очень рада каждого из вас видеть. Большое спасибо, что вновь присоединились. Сегодня мы с вами поболтаем немножко о прочитанных книгах за сентябрь. Прочитала я за этот месяц 15 книг. Из них продолжение цикла, который я начала еще в августе, это Кшир. И давайте начнем прямо сразу с него. Четыре книги из цикла я прочитала в сентябре. Первую часть я прочитала в августе. И хочется отметить, что это был мой второй перечит. И так получилось, что со второго раза все-таки любовь случилась. Хотя в первый раз, к сожалению, мне совершенно он не понравился. И я его вообще забросила. Про первую часть я рассказывала в предыдущем ролике. Здесь уже продолжение. И на первый план в качестве главных героев у нас выходит Фейра и Ризант. И знаете, при первом прочтении мне эти два персонажа совершенно не понравились. Что-то меня в них отталкивало. Но в этот раз все произошло практически наоборот. Я прониклась к Фейре и даже увидела в ней черты характера, которые присущи и мне тоже, в том числе. Поэтому, да, в этот раз перечит был очень удачным. И в принципе, очень драйвово была написана вторая часть. Мне она очень сильно понравилась. Это Королевство гнева и тумана. Вот. Потом третья часть Королевства крыльев и руин уже потяжелее далась. Как-то очень долго они подготавливались к войне предстоящей. Где-то было скучновато. Чуть-чуть меньше мне понравилась именно третья часть. Но все, что происходило в конце, конечно, вывело все-таки на высокую оценку этот цикл. Далее Королевство стужи и звездного света. Очень быстро прочиталась история про Рождество. И здесь такая отдельная история, где зарождаются чувства между двумя другими главными героями, которые выходят уже на первый план в, соответственно, пятой части Королевства серебряного пламени. И я говорю, конечно же, про Кассиана и Несту. Пятая часть. Очень интересная здесь с ней ситуация вышла. Такого количества постельных сцен, как в пятой части, мне кажется, не было все четыре книги до этого про Фейру и Ризанда. Причем все бы ничего, если бы не этот стремный перевод, который просто все испортил. Мы совместно с девочкой читали эту книгу и большую часть времени угорали с ней над тем, как криво это было все написано. Но по итогу, на самом деле, это никак не повлияло на мою оценку. Мне все равно пятая часть тоже понравилась очень сильно. Я поставила пять баллов этой книги. К сожалению, к сожалению, Королевство шипов и роз не подвинуло все равно. Ей стало первое место стеклянный трон, который я обожаю всей душой. Но, тем не менее, эта история мне тоже очень сильно нравится. И буду ее тоже всем рекомендовать, потому что приключения, герои Фейра Аркерон мне по итогу очень близки по духу, по настроению. У меня атмосфера книги попала прям в сердечко, поэтому, да, Королевство шипов и роз прочитано. И я безумно рада, что в этот раз все получилось очень удачно и вовремя, и в хорошей компании я читала этот цикл. Поэтому, да, мне все очень понравилось. Я очень-очень рада, что дала все-таки этому циклу второй шанс. Иногда такое бывает, что с первого раза тебе что-то не заходит, ты читаешь второй раз, и во второй раз это то самое, что тебе и нужно было. Вообще, хочется отметить, что сентябрь у меня выдался очень удачно на прочитанное книжное, да, потому что здесь очень было много книг, которые мне безумно понравились. И одна из них это Этель Лилиан Войнич и ее овод. Первое, конечно, знакомство с автором. Безумно боялась я читать эту книгу. Тем не менее, как же я была счастлива, что эта книга мне всю душу истрепала. Ну, в хорошем смысле, что она прям на взрыд меня разорвала, и я была под таким впечатлением, когда я ее дочитывала. Здесь речь идет о молодом парне по имени Артур Бертон. Это такой наивный, романтичный молодой человек, который верит только в лучшее. И так случилось, что в юном возрасте он потерял свою мать и большую часть времени проводил и проводит с наставником-священником Лоренцио Монтанелли, который для него стал чуть ли не отцом. И своему священнику он рассказывает о том, что состоит в партии «Молодая Италия», которая борется за свободу своей страны. Довольно революционная партия, в которой наш главный герой состоит. И священник пытается его предупредить о том, что лучше никому не распространяться о том, что ты в этой партии находишься, а еще лучше, если ты вообще ее покинешь. Но наш главный герой довольно упертый в своих убеждениях, и нашему наставнику-священнику особо сильно не удается его как-то оградить. В поле случая Лоренцо приходится покинуть страну, он уезжает на повышение своей должности, и наш Артур остается наедине с самим собой. Так как у него довольно хорошие отношения были со священником, то он верит в то, что все священники такие же прекрасные, добрые, как и наш Лоренцо. В той партии, в которой состоит наш Артур, также еще принимает участие и любовь его детства по имени Джемма. И так случается, что за Джеммой начинает ухаживать однопартиец Артура, и Артур просто сгорает от ревности, когда это видит. И вот как я уже говорила, так как Артур верит в то, что все священники такие же хорошие люди, которые обязаны держать тайну исповеди, он приходит к другому священнику, который теперь заменяет Лоренцо, и ему исповедуется, рассказывает ему о своих всех душевных терзаниях, и делится с ним о том, что он участник революционной партии. Ну и конечно же на следующий день нашего главного героя забирает полиция. Ну а дальше что было, вы узнаете уже, прочитав книгу. Когда я читала книгу, то прям чувствовалось, что Этель вдохновлялась Монте-Кристо, и в принципе в статьях про нее это было тоже указано, что граф Монте-Кристо это была одна из ее самых любимых книг, и конечно это чувствовалось, потому что так случается, что там, в Монте-Кристо, что здесь герой попадает в тюрьму, потом каким-то образом выходит, пропадает на много лет и возвращается уже совершенно другим человеком. Здесь такой же путь развития героя, но сама история совершенно другая, и вообще не похожа в дальнейшем на графа. Основная тема книги вертится вокруг религии, поскольку главный герой разочаровывается в боге, перестает вообще во все это верить. Раньше он был очень набожным человеком, потом увидел, что это все Мишура, и у него сорвало крышу, там еще открылась тайна, связанная с религией. Дочитывать книгу мне было очень тяжело, я рыдала все три главы, пока не дочитала, вот все три последние главы, потому что там такой выбор пришлось сделать одному из главных героев. Мне было так жаль вообще всех героев, которые были замешаны здесь, я не могла не плакать, и сейчас вот у меня тоже начинает надрываться голос, потому что это очень тяжело, очень, и так жалко, что пришлось делать этот выбор, и непонятно, правильный этот выбор, неправильный этот выбор. Книга очень маленькая по размеру, но вызывает огромное количество эмоций, и, конечно же, для меня она улетела в лучшие годы, это пять из пяти, потрясающе было написано, с шикарным языком, мне понравилась тема, мне понравилось, как это все раскрыто, мне понравились герои, я ко всем прониклась, и концовка меня разбила, а я люблю очень эмоциональные концовки, поэтому, понятное дело, эта книга не могла просто не попасть в лучшее. Дальше книга, которая понравилась большому количеству людей, но, к сожалению, не мне, это «Убийства и кексики», продолжать серию я не буду, поняла, что это не мой тип детективов, мне не сильно нравится что-то такое наивное, с плохо развитой детективной линией, и я не прониклась к персонажам, к сожалению, я не почувствовала такую осеннюю теплую иютную атмосферу, для меня ее было недостаточно в этой книге. Для меня все было здесь очень сказочно, потому что я не поверила вообще ни в один довод в расследовании наших главных бабуль. Здесь прям сходу с пролога нам рассказывают о том, что была убита женщина, и так случается, что эта женщина была знакомой наших вот трех главных героинь, которые в итоге возьмутся за расследование преступления. Почему так вышло, что расследованием занимаются три бабушки, а не полиция? Потому что полиции не удается как-то выйти на каких-то свидетелей хотя бы, а наши бабушки прям сходу, с пылу жару уже допросили человека, который последний видел эту женщину перед ее убийством. У нашей главной героини совершенно никакого опыта в расследовании преступлений нет, единственное, какой у них опыт есть, это в чтении детективных романов Агаты Кристи. Ну и они решают, что раз у них такой опыт богатый, они обучали всю саму Агаты Кристи, значит, они смогут и преступление вот это расследовать и найти убийцу. К слову, хочется сказать, что я как-то изначально скептически отнеслась к этой книге, и вот так вот она у меня скептически и прочиталась. В какой-то момент, когда я читала, мне показалось, что эту книгу не надо воспринимать прям как детектив, а просто как милейшую, такую милую, наивную историю про жизнь старушек, потому что там они очень часто пили чай с какими-нибудь булочками, круассанами, бубликами, но именно как детективная линия здесь она очень слабая, и все мотивы преступника были притянуты за уши для меня. Совершенно не моя книга оказалась, но очень симпатичное у нее оформление, и меня именно это оформление и подкупило на покупку этой книги, но я, скорее всего, буду от нее избавляться. Но опять-таки, мое мнение, это не самая последняя инстанция, потому что, возможно, кто-то любит именно такие уютные, милые детективы, просто когда ты читаешь Карин Жибель, и тебе кажется, что это лучшее, что ты читал, наверное, вот эта история совершенно не про тебя, вот, поэтому вот так вот у меня и вышло. После бабулечек я решила закончить цикл Доната Коризи про Маркуса. Я первую часть прочитала полгода назад примерно, и взяла себе перерыв, но почему-то мне захотелось все-таки закончить этот цикл, и мне он очень понравился, хотя меня пугали, что вторая и третья части уже слабее первой, и были вопросы, которые все-таки не раскрыл Доната Коризи, как будто бы забыл про них, но тем не менее я закрываю на это глаза, потому что мне история очень сильно понравилась, и мне понравился сам Маркус, он очень интересный персонаж со своими особенностями. Вторая часть, причем интригу держала очень сильно, мне она прям очень зашла, хотя говорили, что именно вторая часть прям проседает, но нет, для меня она была на высоте. Здесь маньяк убивал влюбленные парочки во время их любви, скажем так. Для меня это было безумно жестоко, и я такая, боже, что это, надо срочно читать. И мне очень понравилось, что сами по себе книги небольшие, и ты не устаешь от истории, тебе хочется быстрее узнать развитие сюжета, как же они будут выяснять, кто этот маньяк, как они будут его вычислять. В общем, я была прям в полном восторге. У нас здесь второй персонаж, есть Сандра, тоже из первой части, фотограф, криминалист, и здесь была такая яркая сцена, которая меня дико зацепила, и я прям вообще вот так вот листала книгу, чтобы быстрее узнать. Это то, что прям в начале, когда они нашли тело девушки, и уже поставил судмедэксперт, что она погибла, к сожалению, Сандра на нее наводила камеру, и представьте ее удивление, и мое удивление, у меня просто глаза на лоб вылезли, когда эта девушка прям в камеру ей посмотрела, то есть у нее задвигались глаза, это значит, что она жива осталась. Я была просто в восторге. Эти две книги проглотила за пару вечеров. Мне очень понравилась, поэтому Доната Каризи прям, кто не знаком с этим автором, обязательно познакомьтесь вот с трилогией про Маркуса. Первая часть — это «Потерянные девушки Рима». Меня эта книга тоже ввела прям в какой-то дикий восторг. Мне очень понравилась. Особенно концовка, особенно вся линия, связанная с Маркусом, я была под огромнейшим впечатлением. Еще мне тут безумно понравилась атмосфера Италии. Немножечко мне это напоминало по атмосфере Дэна Брауна «Ангелы и демоны», но, конечно, совершенно разные истории, потому что у Дэна Брауна более такой легкий детектив, а здесь уже больше в триллер уходит книга. Но вот эта атмосфера, как они ходили по улицам, смотрели на эти фонтаны, посещали музеи, Ватикан, это было просто безумно интересно, поэтому я прям настаиваю, почитайте эту трилогию, она действительно заслуживает вашего внимания. Следующая книга — это «Четыре жизни Хелен Ламберт», и мне эта книга понравилась. В ней рассказывается про героиню, которая проживает несколько жизней, несколько эпох, где в каждой эпохе у нее была какая-то очень болючая и горькая история любви с одним и тем же мужчиной из-за проклятия, которое на нее наложили в одну из ее жизней. Представьте себе, например, вы живете своей обычной жизнью, занимаетесь разводом в данный момент, работаете в журнале-редактором, просто обычный человек, и пытаетесь как-то свою жизнь наладить, и ваш друг для вас организовывает такое свидание с человеком вслепую, вы его ни разу в жизни не видели. Вы приходите на это свидание, а этот человек начинает вам какие-то странности говорить, что он вас видел много раз, где-то в других жизнях, знает он вас уже очень много лет, и о вас все знает, и что у вас было это в той жизни, то в другой жизни, и вы просто смотрите на него и думаете, что за чокнутый мужик, пойду я от него подальше. Вот так и случается у нас с главной героиней Хелен, она встречает на свидании вслепую мужчину, который ей наговорил какой-то чуши, она его отправила куда подальше и ушла домой, но так происходит, что в эту же ночь она видит очень странные сны про девушку Джульетту, и она прям чувствует, что это ее прошлая жизнь, что это она Джульетта, и именно из жизни Джульетты мы узнаем вот этого мужчину, который ей встретился в настоящей ее четвертой жизни, и именно в ее, в жизни Джульетты произошло так, что на нее снизошло вот это проклятие, которое с ней теперь остается на всю жизнь. Проклятие заключается в том, что Хелен никогда не сможет дожить до возраста Христа, 33 лет, то есть она всегда во всех своих жизнях, как только наступал этот возраст, каким-то образом погибала, и никогда она не будет счастлива. Конечно, Хелен такой ход развития жизни ее не устроил, и она решила, что она хочет в этой своей жизни, в четвертой жизни, как-то это проклятие изменить, как-то вообще от него избавиться. Здесь нам рассказывается про ее прошлые жизни, наверное, больше, чем про ее настоящую жизнь, то есть больше акцента идет именно на любовь в прошлом, поэтому я не сильно прониклась именно к любовной линии, потому что я особо не увидела между Хелен и вот этим мужчиной каких-то чувств, каких-то эмоций, мне этого не хватило, но смотреть и наблюдать за ее прошлыми жизнями мне очень понравилось, особенно за Джульеттой и за Норой. Я прониклась к этим двум героиням, мне показалось, что в жизнях именно Джульетты и Норы было больше какой-то такой драмы, трагизма и таких задевающих душу событий. Что еще хочется отметить, вот из минусов книги, что вот нашего второго главного героя, мужчину, с которым ее связала жизнь, как-то особо сильно не раскрыли, мы не знаем о нем практически ничего, потому что, возможно, это был такой ход писателя, что мы узнаем больше о жизнях Хелен и больше о ее характере, чем о том мужчине, но мне хотелось узнать и о нем тоже, поскольку так бы, возможно, я к нему и прониклась бы, но, к сожалению, этого не было в этой книге. Но тема реинкарнации мне понравилась, и поэтому книга в целом мне тоже понравилась, но восторга прям такого дикого я, конечно, от нее не испытала. Далее расскажу вам про книгу, про которую я абсолютно ничего не знала, от нее ничего не ждала, но мне она очень сильно понравилась. Это Селеста Инг и повсюду тлеют пожары. Книга начинается с того, что в небольшом городке горит роскошный, большой особняк семейства Ричардсонов. Это местные жители в четвертом поколении этого города. И все думают на младшеньку из этой семьи, потому что все считают, что она сумасшедшая и взбалмошная девушка. Сразу после пролога идет предыстория того, как вообще пришло к тому, что горит дом. Вот в книге главные героини две. Это Элен Ричардсон, хозяйка как раз этого дома. И она живет по правилам, которые уже в этом городке сложились, и нарушать эти правила ни в коем случае нельзя, иначе все канет в лету. Свой дом она сдает в аренду, и так случается, что вторая наша главная героиня, Мия Уоррен, раз в этот момент приезжает в город, ей нужно жилье, и Элен сдает ей комнату в аренду. Вот, Мия фотохудожница, и у нее тоже есть свое правило, она никогда и никому, ни под каким предлогом не привязывается, и колесит по миру, особо не задерживаясь ни в одном месте. У семьи Ричардсона все выглядит очень гладко, красивая картинка, дети учатся в престижном колледже, у всех прекрасные оценки. Только младшенькая их дочь Изи вызывает какое-то беспокойство, поскольку девочка по своему характеру непокорная, конфликтная, с детства болезненная. Но родители не лезут в дела подростков, лишь бы вот картинка была красивая, что там за фасадом, особо не вдаются они в подробности. Наша вторая главная героиня Мия, она, конечно же, любит свою дочь, но из-за того образа жизни, который она выбрала для своей семьи, а семья у нее из двух человек состоит, это сама Мия и ее дочка Перл, у девочки нет друзей, у нее никогда не было своей комнаты отдельной от матери, она никогда не видела своих бабушку и дедушку, не знает, как они выглядят и вообще где они живут. Единственное, что Перл знает, это когда у мамы закончится вдохновение, они соберут вещи и уедут из этого места. Книги, да, она такая небольшая, но здесь поднимаются разные проблемы, в основном актуальные для Америки это расизм, особенно к темнокожим, и тема аборта здесь также очень ярко описана, но самая главная тема этой книги, это тема отцов и детей, но в данном случае это тема матерей и дочерей. Отцовка книги мне очень сильно понравилась, она меня задела, и без слез здесь, конечно же, не обошлось, в общем, мне прям сильно понравилась эта книга, она меня зацепила, очень-очень интересная история, и, кстати говоря, это одна из любимых историй Рис Узерспун в ее книжном клубе. Далее мы с вами поговорим о книге, которая вызвала у меня очень противоречивые чувства, пока я ее читала, но по итогу она мне безумно понравилась, и я ей поставила 5 из 5, потому что прям на взрыт я плакала от концовки, зная, что не все это делали, но меня это очень сильно задело, по сугубо личным причинам, ну, в общем, мне она очень понравилась, и это Антония Байет и ее обладать. Так сильно мне было страшно подходить к этому роману, очень сильно, прям пугалась, особенно когда я делила на нормы эту книгу, мы ее читали в совместных чтениях, я видела, что там сплошной текст, какие-то письма, я не очень люблю эпистолярный жанр, и я так испугалась ее читать, но на самом деле хочется отметить, насколько красивый, плавучий, шикарный слог у Антонии Байет, мне очень понравилось читать, это настолько красиво было написано, что читать было прям в удовольствие, но хочется отметить, что все-таки письма, это для меня всегда было сложно, я не могу читать книгу, которая полностью состоит из писем, но здесь, слава богу, это было примерно 30% книги, остальное все сюжет, но мне было очень тяжело именно на письмах, я там стопорилась, и я не знаю даже, что мне не так с этими письмами, давайте немножечко поговорим про сюжет, потому что я сколько раз читала аннотацию, здесь прям вообще не рассказывается, о чем эта книга, книги нас окунают в мир филологов и английской литературы, наш главный герой Роланд Митчелл отправился в библиотеку, он изучает всю жизнь одного викторианского поэта, который ему очень сильно нравился, и вообще он свою жизнь посвятил именно изучению жизни этого поэта, поэта зовут Рандольф Генри Падуб, и в общем наш герой Роланд отправляется в библиотеку, берет одну из книг своего поэта, и находит там древние летописи, которые явно никем не были читаны, и как оказалось, это были письма, которые никогда никто не видел и не знал об их существовании, и письма были эти адресованы какой-то женщине, и вот тут вопрос, что это за женщина, ведь у Падуба была жена, и о какой-то другой женщине никто не знает из историков, которые изучают его жизнь, и сильно долго думая, наш главный герой забирает эти письма с собой, и начинает размышлять, возможно, это принесет ему какую-то прибыль, поскольку это новое открытие об этом викторианском поэте, и, собственно, почему бы и нет, он же этому посвятил всю жизнь, и тем более, что у него не сладкая жизнь с его девушкой, живут они на съемной квартире, очень плохо она выглядит, девушка недовольна тем, что у Роланда нет какого-то заработка, и, собственно, она вообще на своем горбу идет за свою семью, и зарабатывает деньги тяжелым трудом. После того, как наш герой Роланд почитал письма, выяснилось, что они были адресованы некой госпоже Ламот, которая тоже являлась поэтом того времени, но как же так получилось, что наш Генри Паду писал госпоже Ламот, если они совершенно никак, нигде никогда не контактировали, никто ни разу из всех изучающих его жизнь не видел ни одного письма, ни одного упоминания об этом. И, собственно, начинают расследование. Наш главный герой, он связывается с другой девушкой, которая тоже занимается изучением жизни вот этой госпожи Кристо Балиламот, и так вот они встречаются с ним однажды, и начинают работать над поиском правды, выяснения каких-то мелких детальных подробностей о жизни двух вот великих любимых их поэта. Мы удивлялись, когда читали, насколько люди глубоко погружались в чужие жизни, прям они копались в грязном белье, читали и выискивали в каждой строчке какое-то упоминание, хотели там найти что-то, чего, возможно, и не было. И как было не сильно приятно читать про тему измены, которая здесь является основной в этой книге тоже. По итогу, когда уже дочитывали мы, мне стало так больно от той судьбы, которая была у персонажей, и как прошлое и настоящее переплетались друг с другом. Лично меня это как-то очень сильно задело, причем так получилось, что я всю книгу как-то особо сильно не проникалась именно к настоящей современной линии, которая тоже здесь имеет значение, но к концу книги я очень сильно прониклась, потому что здесь раскрывались некоторые факты, которые не оставили меня равнодушной, и я по итогу оценила очень высоко эту книгу, и у меня вот так все пазлы сложились. Мне эта книга очень сильно понравилась, несмотря на то, что было сложно, несмотря на то, что там были неприятные темы, но то, как это развернулось, к чему это все привело, мне это очень сильно понравилось. Вот так бывает, когда ты читаешь, и тебе кажется, что как-то странно это все написано, какой-то странный сюжет, по итогу ты остаешься в восторге полнейшем от прочитанного. Дальше книга, которая мне очень-очень сильно понравилась, это «Гатикана Руникс», и как же сильно я расстроилась, когда я узнала, что у нее такой низкий рейтинг на Лайвлип, он меньше четырех, но для меня эта книга просто на пять, она шикарная, у нее прекрасная атмосфера, таинственная, загадочная, даже мрачноватая. Это можно считать Дарк Академией, потому что действие происходит в очень таком интересном месте, в университете, загадочно. Мне очень понравилась эта атмосфера, мне понравились искры между героями, я прям ощущала вот эту эмоцию между ними, и постельные сцены мне здесь понравились, мне прям все понравилось, и главный герой профессор мне тоже очень сильно понравился, поэтому я была прям очень сильно огорчена тем, что настолько низко оценили эту книгу. При этом я понимаю претензии людей, и, собственно, я тоже, когда дочитала, у меня тоже были вопросы, потому что в книге были некоторые крючки закинуты, но не раскрыты по итогу в конце, но, насколько я узнала, что должно было быть продолжение, которого, к сожалению, до сих пор нет, и будет ли оно тоже непонятно, но сама книга, сама история, сама вот эта атмосферность этой книги меня очень сильно подкупила, это учитывая, что мне очень тяжело угодить именно в любовном романе, а я ищу себе любимые любовные романы, но вот «Гатиканы» мне прям сильно понравилось, я была под большим впечатлением, и вообще в абсолютнейшем восторге, когда читала. Еще мы прочитали книгу «Прекрасная компания девочек», и хочу сказать, что это очень сильно стимулировало, и очень сильно тебя погружало в эту историю, и было сложно в нее не влюбиться, потому что вы все это обсуждаете, вам всем нравятся эти загадки, вам всем нравятся эти тайны, вы обсуждаете этого преподавателя, а что он там сделал, а как он там на нее посмотрел, а как он там что-то ей сказал, это было очень атмосферно и интересно, и еще книга попала в такое прекрасное у меня настроение, когда я хотела читать что-то про университеты, про обучение, и здесь это тоже было, и мне понравилось, как героиня ходила на пары, и что там происходило, и там очень много именно 18 плюс сцен, которые были довольно хорошо прописаны, прям классно, я рекомендую, если вы хотите 18 плюс, если вы обещаете мне, что вы не будете прям придираться к сюжету, а просто хотите отдохнуть с книгой, если вы хотите просто прочитать что-то с эротическим подтекстом, то Гатикана, прям прекрасный выбор, немножечко расскажу по сюжету, главная героиня, Каравина, всю жизнь была изгоем, а лишившись матери, она вообще остается абсолютно одна, одинешенька, и вот в первой главе ей приходит письмо, как письмо из Хогвартса, в которое ее уведомляют, что ее ждут на обучение в университет Веренмур, и она, собственно, решает, что ей все равно нечего делать, почему бы нет, у нее никого нет, никаких корней и привязки тоже нет, и она отправляется на обучение в этот университет, абсолютно ничего про него не зная. Каравина тоже у нас девушка с интересными особенностями, поскольку на протяжении книги ты видишь, что у нее какие-то есть голоса в голове, и у нее есть там и друг с мужским голосом, с которым она периодически у себя в голове ведет какие-то диалоги. И вот самая главная загадка, это то, что в этом замке постоянно происходят какие-то преступления, то там один студент из окна выпрыгнул, то кто-то утонул, и вот это все, эти все мелочи Каравину совершенно не пугали. Начинают заниматься расследованием, и тут еще, конечно, было прекрасное развитие любовной линии с преподавателем. Очень сильно мне это напоминало любимую мою академию Зодиак, где тоже у студентки и преподавателя любовная линия. Конечно же, преподаватель не просто какой-то старика, дядя Вася с какой-то фермы, а сексуальный, высокий, красивый, молодой. И, конечно же, в тебя тоже влюбляется, тебе знаки внимания оказывает. В общем, очень-очень это было интересно, мне прям понравилось, поэтому я рекомендую. Я при том, что у Руникс уже читала Хищника, и Хищник мне тоже понравился. Мне кажется, что этот автор мой. Дальше немножечко расскажу про книгу, которая мне, к сожалению, не понравилась, и вообще я ее отнесу, наверное, в худшее этого месяца, но я понимаю, что, возможно, мне она попала не в настроение, к сожалению, это Алекс Де и его книга «Ламенту». Вот сюда я впихну картиночку. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, наверное, все. Мне не понравился слог в этой книге у Алекса Де. Почему-то было ощущение, что я читаю глупую книгу, написанную подростком. Мне не понравилось, что в этой книге Алекс Де как будто бы уничижает женский пол, потому что там были очень странные выражения про девушек. У главной героини были очень странные и неприятные высказывания про других женщин. Не понравился мужской персонаж, но он и не должен был понравиться. Эта книга была как будто бы сериал на первом канале российский или фильм российский. В общем, как-то мне совершенно не подошла эта история. Вообще замахнулся Алекс Де на такую хорошую социальную тему абьюз в семье. Главный герой, манипулятор, абьюзер, поколачивал свою жену по имени Лера, абсолютно все ей запрещал, не хотел, чтобы она там как-то развивалась. Он мог вытянуть эту историю во что-то социально-психологическое, но, к сожалению, все скатилось до русского драматического сериала с непонятными поступками героев. Концовка мне тоже не понравилась, хотя девочки писали, что концовка очень похожа именно на то, как в жизни бы произошло, на то, как человек обычный и мог бы поступить, но почему-то мне это тоже не понравилось. Мне хотелось, чтобы у книги хоть какая-то мораль была, но там и морали нет. Возможно, из-за слога меня отвернула. Изначально эта история, я делала в ней перерыв, несколько дней ее не читала, хотя мы ее совместно брали. Но потом залпом прочла до конца, и у меня там полыхало все внутри, в груди, противостояло этой книге, но главное, что я ее дочитала, и вам говорю, что мне она не нравится. Далее у меня случилось первое знакомство с Бромом, и выбор пал у меня на Косинога. У меня была такая погода здесь, пасмурная, шел дождь, и мне показалось, что это будет удачный вариант для такой мрачной погоды, взять вот эту мрачную историю о колдовстве. Изначально как-то так случилось, что я была очень хорошо настроена к этой книге, но почему-то она меня совершенно не зацепила и оставила равнодушной к этой истории, хотя тема была тоже интересная. Рассказывается тут о женщине, обиде, которую выдали замуж за Пуритана. Ей повезло, ее муж Эдвард оказался добрым, прекрасным, хорошим человеком, заботливым, любящим, несмотря на то общество, в котором они живут. А вокруг к женщинам просто отвратительно относятся, и вообще их за людей не считают. И читать это было, честно говоря, прям совсем неприятно. Но в жизни обиде случается несчастье, ее муж погибает, и обиде рискует остаться без жилья, поскольку жилье было арендовано. Она теперь обязана собрать урожай, и чтобы отдать оплату за проживание, иначе этот дом перейдет к брату, а брат очень неприятный тут человек. Грустно, потому что большую часть книги я никак не могла проникнуться к героям, при том, что мне вроде бы как обито понравилось. Но там были помимо нее еще герои, это духи леса, меня совершенно не тянуло про них читать, вот что-то мне было там не так. И слог мне как-то сильно не понравился, как будто бы это сказка, то есть там жили-были, Алеша Попович и три богатыря. Вот как это так, каким-то сказочным языком. И у меня это не вязалось в моей голове, вот эта мрачная атмосфера и вот этот слог. Здесь помимо обиды еще есть линия другого персонажа, сам косинок. Это существо, которое возродили представители дикого народа, которые как раз вот там в лесу обитали. И вот наш бог пытается всю книгу что-то вспомнить о своей жизни, прошлой, о себе, потому что так случилось, что после того, как его возродили, он вообще ничего не помнил. И получается представителю народа дикого, которые его возродили, его всегда толкали к кровопролитию, но он встречается с обитой, и обито всегда его толкало к добродетели. Вот он между ними разрывался. Мне в целом понравилась именно мысль самой книги о месте женщины в обществе, о том, как обито пыталась как-то добиться своей правды всеми путями, которыми было возможно это сделать, но меня не тянуло абсолютно на эту книгу. Я не буду ставить крест на броме, у меня еще есть его книги, я буду еще знакомиться с автором, потому что мне в комментариях писали, что косинок — это не самая его яркая и выдающаяся работа. Наверное, просто она попала мне ни в то настроение, ни в то время, ни в тот час. Ребят, ну и последняя книга на сегодня, у меня ее нет в наличии, к сожалению, мы читали ее в любительском переводе, это снова романтическая Дарк Академия. После того, как мне понравилась Гатикана, меня очень сильно зацепила атмосфера и не отпускала очень долго, и мне хотелось почитать что-то подобное, и эта книга меня разорвала. Мне она безумно понравилась, и так грустно, что ее нет в России. Это «Ноктикадия» Кэрри Лейк. У нас тоже было такое небольшое совместное чтение по ней, и как же это было прекрасно. Мне кажется, что после этой книги я поняла, что я нашла все-таки свои дарк-романы, потому что до этого я читала «Преследуя Аделин», мне не сильно понравилось, но вторая часть получше. Я читала «Мой темный Ромео», мне не сильно понравилось, но хотя там было что-то свое тоже атмосферное. Меня не тянуло к этим книгам, потому что мне казалось, что там чего-то мне не хватает, но в «Ноктикадии» было все прекрасно. Во-первых, сама по себе история большая, обширная, раскрытая. Я когда только начала ее читать, у меня было ощущение, что это как будто бы более подробная Гатикана, потому что один в один ситуация девушка со своими странностями поступает в очень загадочный университет, и там любовная линия тоже развивается с преподавателем. Только весь сюжет здесь крутится вокруг одной эпидемиологической болезни, там причем очень жутко и подробно было это все описано. Мать главной героини тоже этим вирусом заразилась, и связана эта болезнь с червями. Не сильно приятно, честно говоря, но очень-очень интересно и своеобразно. Как случается, что, как я уже сказала, мать главной героини заразилась этой болезнью и погибла. Как она заразилась, непонятно. Что это вас подвигло, тоже непонятно. И вот этот университет, в который главная героиня попадет, как раз и занимается изучением этой болезни. Поэтому, когда она получает туда приглашение, она, конечно же, соглашается, потому что она хочет понять, есть ли вообще какое-то лекарство от этой болезни, чтобы помочь другим людям, которые, возможно, могут заразиться этой болезнью. Ну и, соответственно, вообще узнать о том, как могла заразиться ее мать. Наш главный герой здесь тоже очень непростой преподаватель. У него есть свои секреты, свои скелеты в шкафу. И причем нам эти секреты рассказывают вот на первых главах. И ты думаешь, нам точно этот преподаватель вообще нужен? Девочка, опомнись, посмотри на него. Ты о нем не знаешь ничего, а он там со странностями. Но на самом деле, как развивались их отношения, это тоже было очень интересно. Хочется отметить, что здесь slow burn. Это значит, что очень медленное и последовательное развитие отношений. То есть не так, что они встретились и в первой же главе и поехала. Нет, такого тут не будет. Они будут постепенно друг друга узнавать. Он причем боится потерять свое место в университете, потому что там запрещены отношения со студентами. Она тоже очень боится, что кто-то об этом узнает, потому что она будет тоже опозорена, что она вот в связь с преподавателем вступила. В общем, очень-очень-очень это было эмоционально. И там были еще, конечно же, сцены 18+. И в этих сценах они даже не занимались любовью. Там просто была, знаете, прелюдия к этому. Но это было горячее, чем просто описание постельной сцены, например, у Сары Ма в своей последней книге. Это было прекрасно. Мне очень понравилось. Я сидела с раздинув рот, и мне было безумно интересно это читать. Хотя обычно мне вообще не нравится, как постельные сцены написаны. Поэтому прям рекомендую Ноктикадия. Посмотрите, поищите любительский перевод. Это было шикарно. Я прям в восторге. И меня настолько заразила вот эта атмосфера Академии, что я хочу читать как можно больше про Академии. Причем уже не важно, ходит ли это в романтику или уходит это в фэнтези. Мне очень хочется именно прочувствовать вот эту атмосферу студенчества. В общем, как вы уже, наверное, успели понять, мне Ноктикадия очень сильно понравилась. Я прям в диком восторге осталась, что мне наконец-таки понравились дарк-романы. Спасибо, Господи, я нашла свои книги. Я думаю, что на этом все, друзья. Я вам рассказала про все книги, которые я успела прочитать в сентябре. Надеюсь, что вам понравился этот ролик, вам было интересно. Получилось прям очень разножанровое прочитанное, потому что у нас здесь и классика, и современная проза, и романтика, и дарк-романы. Даже триллеры, детективы. Я очень сильно довольна своим прочитанным. У меня в сентябре было очень много книг, которые мне очень сильно понравились. Я прям в восторге и воодушевлена. Надеюсь, что в октябре продолжится вот эта череда прекрасных книг. Спасибо большое, что посмотрели мой ролик. Приглашаю вас в мой телеграм-канал. Пожалуйста, переходите. Также спасибо большое за вашу подписку, если вы вдруг подписались на меня и остались со мной. Я очень сильно вам благодарна за это. Очень буду рада обратной связи, поэтому пишите в комментариях, какие книги вам в сентябре понравились. Если у вас есть какие-то идеи для новых роликов, тоже не оставляйте эти идеи у себя в голове. Пишите мне в комментариях, я буду их иметь в виду. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok